я ничего не знаю о конфликте кору и хасана короче ну краем ухо только слышал а так я не в курсе а если дел но только я знаю что ручь при мне я был златоусе хасана привозили на эту копейск на красную зону красная зона там вообще и чего людского не было красная козлячья зона и он с этой зоной ушел а на три года раньше по досрочке а сам ушел после этого как он там что там с кем конфликтует за что конфликтует меня перестала интересовать тем более я знаю наши менты звонят и просят фсб российская кого надо у беларуси сделать ручного вора ибо те фсб обращается к хасану ну когда он живой был поэтому по по такие вы появились кушеры и прочие которые никакого дела никакого отношения к воровскому промыслу к воровскому образ жизни не имеет вообще блять вообще посторонние люди а хасан и сделал навязал и они столько гадости сделали из то как грязи пошло в беларуси благодаря хасану поэтому понятно конфликт кора и хасана на чей я буду стране ну так есть мне есть что сказать в этом случае не знаю есть на что оттолкнуться от чего поэтому я про хасана знаю что его хасана привозили на белый лебедь на одну неделю от этапа до этап и он грязью поливал тех кто там деселесими мучились он их грязью поливал поэтому за этого хасана потом откуда хасан там был на самом деле был на югах действительно хасан старый вор его все знают все уважали память о нем светлой якобы это аслан усаян взял того имя продлил так же как чапаёна взял имя бриллианта пронес до смерти этот хасан того хасана взял ну это же небо и земля два разных человека а один вообще в другой отрасли летал короче я поэтому не знаю что там и то его поддерживал от кого он посадал знаю что своих врагов он уничтожил короче ликвидировали всех чтоб кто мог и рузика кто знали про него то могли поднять всех убрали на поэтому ну что мне говорить за конфликт хасана и коро я лично на коро я не знаю я к нему с симпатии а эти хасана и прочее они меня вообще не интересуют как вора и как человек